В эфире студия репортер с Вероникой Годятской. Здравствуйте. Тема нашего эфира спасатели на городских пляжах. Насколько отдыхающим безопасно пребывать на пляжах и насколько они оборудованы спасательными пунктами. Гость нашей студии сегодня Алексей Трофимчук. Это временно исполняющий обязанности начальника коммунального учреждения спасательного водолазная служба города. Здравствуйте. Добрый день. Сперва пройдемся, в целом проанализируем ситуацию, чтобы понимать о каких количественных данных мы говорим. Сколько всего городских пляжей оборудованы полноценными спасательными пунктами, имеется ввиду полная комплектация? На сегодняшний день по той информации, которая у нас есть, спасательным имуществом и спасательным укомплектованы все пляжи города, как коммунальные, так и арендованные. Когда мы проводили мероприятие на Лонжероне, мы говорили, что отсутствует информация по детскому санаторию Молодая Гвардия. На сегодняшний день у нас уже есть подтвержденные данные, что они провели обследование, подготовили спасателей. И сейчас у них идет процесс комплектования спасательных постов именно на Молодой Гвардии. Все остальные в городе у нас арендаторы и коммунальные пляжи подготовлены и обладают и спасателями, и спасательным имуществом на спасательных постах. Какие критерии вот этого понимания полной комплектации? Значит ли это, что на каждом пляже города можно увидеть по три спасателя на каждом пункте? Я могу сказать, что в действующем законодательстве очень распыльчатая формулировка по поводу три спасателей одновременно на одном спасательном посту. В действующих приказах МЧС была закреплена норма, за постом закрепляется три человека. И таким образом они дежурят согласно графику. Ведь у нас правила МЧС, они не подразумевают под собой отмена других нормативных документов, например, ГЗОД, который подразумевает, что человек должен отдыхать определенное количество времени. И таким образом получается, что для правильного функционирования спасательного поста дежурят в среднем или по одному, или по два человека в день, в зависимости от поста, от сложности поста и в зависимости от тех финансовых возможностей, скажем так, арендатора, которые содержат пляж. То есть это значит, что есть пляжи, на которых один или два спасателя, находится? Нет, закреплено три. Фактически норма закона выполняется, но в конкретный момент может быть не менее одного. Нашла информацию, также готовясь к эфиру, что уже установили 25 спасательных вышек, и на пляжах будет около 85 спасателей. Это общие данные на всех пляжах, да? Нет. 25 спасательных постов — это только на коммунальных участках пляжа в трех районах города. Это Суворовский, это Приморский, это Киевский район. И эти данные именно по коммунальным участкам пляжа. То есть если 25 участков — это наша служба, осуществляет полностью безопасность на этих пляжах, то еще у нас есть порядка 36 арендаторов, которые на своих участках пляжа точно также отвечают за безопасность людей, пребывание у них на месте массового отдыха людей на воде и обеспечивают своих спасателей имуществом и необходимыми средствами для того, чтобы они осуществляли свою деятельность. Ну, по поводу оборудования спасателей, насколько я знаю, сейчас ведется процесс закупки моторного катера. У него есть масса преимуществ, как говорят эксперты снова-таки. Это и возможность быстро добраться до человека, которому требуется помощь и низкий расход топлива. Действительно ли так необходимы вот именно такие средства передвижения и, ну, так как все-таки ведется пока что переговоры, какова стоимость одного такого катера? Ну, могу сказать, что на сегодняшний день весь мир живет в быстро развивающемся мире. И действительно, чем быстрее мы спасем человека, чем быстрее мы отреагируем на ситуацию, тем больше и выше шанс, что человек останется жив. Ведь очень просто посмотреть на норматив. Человек попал под воду, более пяти минут проведший под водой, ну, как бы как утопление, да, он уже в его головном мозге происходит процессы, которые необратимы. И фактически гарантии дать на то, что человек может восстановиться полностью и стать, ну, как и был до этого, ну, никто не даст. При том, что если этот человек действительно физически выносливый, как бы не пьет, не курит и так далее. Если мы берем среднестатистически, то время пребывания, утопления возможного человека сокращается. В этой ситуации каждая минута дорога. И когда происходит, допустим, переворот лодки или другие несчастные случаи, когда действительно люди выпадают и опускаются на дно, то такой выход быстроходного плавсредства помогает вложиться в это время и спасти этого человека. А какая стоимость одного катера? На сегодняшний день где-то в районе около миллиона гривен это комплектация одного комплекта, это катер с трейлером для его перевозки. Катер у нас такой производится только один в Украине, такого типа, одна компания. У нее закупают как полиция, так и МЧС, так и другие госорганы, то есть в том числе и трансбезопасность, ввиду того, что качество этих лодок на сегодняшний день мирового уровня. И действительно те гарантии на обслуживание этих катеров, они действительно соответствуют лучшим аналогам на рынке не только Украины. Известно уже, куда направится первый катер? На какой пляж? Этот катер будет специализированный для водолазной группы и оно будет базироваться в районе Киевского района, то есть либо на 14, либо на 11 станции Большого фонтана. На сайтах поиска работы в нашем регионе, в Одессе, около сотни вакансий спасателей. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Почему складывается такая ситуация и значит ли это, что есть какая-то кадровая нехватка? Я бы сказал, что кадровой нехватки у нас, по крайней мере, у службы нет. Со многими людьми мы работаем не первый год. Это носит просто сезонный характер, поскольку, например, курортный сезон в городе Одессе начинается с 1 мая и до 30 сентября, а курортный сезон по области начинается с 1 июня и до августа. Нет, это несчастный пляж, это полностью по области все остальные пляжи региона начинают функционировать с 1 июня. Я имею в виду спасателей. И поэтому, да, спасатели там нужны с 1 июня до 30 августа. Таким образом, получается, что резко возникает нехватка людей физически здоровых, которые умеют плавать с определенными психологическими качествами в том числе, потому что спасатель увидит горе людское, ему надо в этом состоянии производить те действия, которые помогут спасти человека. Не растеряться, суметь убедить толпу, что надо провести правильные мероприятия. Это банальный вопрос, но я не могу его не задать по поводу того, как необходимо вести себя человеку, который тонет. Потому что очень часто люди не реагируют, когда им спасатели... Я лично была свидетелем того, когда спасатели говорят, не заплывать далеко на матрасе, они все равно заплывают за буйки. Вот если уже сложилась такая ситуация, что делать и как себя вести, чтобы спасатель имел возможность вас спасти, извините за тавтологию? На самом деле получается, что спасти человека может только профессиональный спасатель, у которого наметан глаз на всякого рода непредвиденные ситуации. Вот если человек, спасатель, предупредил, что нельзя выплывать за зону заплыва, если человек ее покидает, то спасатель мимо ходом все равно наблюдает за ситуацией. И он оценит ситуацию, стоит вызывать там моторное плавсредство, стоит ли ему давать указание забирать тот или иной предмет к берегу, опять же, исходя из личного опыта и тех качеств, которые у него есть. То есть, как правило, люди, которые тонут, они не кричат и не производят тех действий, которые, как правило, нам показывают фильмы. То есть, появляются хаотические движения, человек кричать не может, он начинает набрать воды, и поэтому по вот этим нехарактерным хаотическим движениям профессиональный спасатель и может оценить, что происходит что-то то, что не должно происходить. Правда ли, что утонуть может человек только тот, который не умеет плавать? Неправда. Утонуть можно даже в луже, как бы все зависит от состояния человека. Как правило, по статистике мы сталкиваемся с тем, что большая часть людей, которые утонули, это люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, которые только что перед тем, как пойти в море, сидели в каком-либо из заведений, либо там за столом, либо в зеленой зоне, принимали крепкие спиртные напитки, что в итоге приводит к тому, что люди не могут реально оценить свое состояние, начинают плыть далеко, а фактически рассчитать свои силы уже не могут. Или начинают прыгать с каких-то предметов, которые, ну, не оценивая риски. И действительно, после этого бывает поздно уже. Как раз к обсуждению алкогольного и трезвого состояния человека я бы хотела обсудить, сейчас перейти к нему, так называемый водный бизнес. Это бананы, катер, то есть возможность прокатиться на различных абсолютно приспособлениях. И очень часто, к сожалению, мы становимся свидетелями того, когда не совсем трезвые люди попадают на такого рода развлечения, потому что все-таки не всегда честные на руку предприниматели занимаются этим. Вот в случае, когда такая ситуация складывается, часто ли случались ситуации, когда человек, который именно воспользовался услугами водного бизнеса, попал туда в нетрезвом состоянии и, собственно говоря, понадобилась помощь спасателей? Или это такие редкие ситуации? Я могу сказать следующее, что исходя из опыта последних лет 5-7, мы начали активно работать с теми предпринимателей, которые оказывают эту услугу. Действительно, за последующие годы травматин существенно снизился, а последние 3 года никаких случаев зафиксировано не было. И мы продолжаем работать со всеми судоводителями маломерных плавсредств и проводим работу и с другими потребителями других услуг, таких как водные велосипеды, каяки и другие средства, которые могут находиться в зоне купания и которые действительно в какой-то ситуации могут быть спортивным предметом, в какой-то момент могут стать объектом ДТП на воде, скажем так. И мы предупреждаем, и мы научились взаимодействовать, мы совместно проводим и спасательные операции, совместно проводим соревнования. И за годы совместной работы выработалась схема, когда не мы уже обучаем людей, что вы должны смотреть за своими клиентами, а они сами регулируют своих клиентов, они сами заинтересованы, чтобы не было никаких несчастных случаев. И да, были случаи, когда они отказывают особо пьяным клиентам, ни за что не допуская их к объектам увеселения. Тем более, что по нынешним законодательным документам и по тем, которые действовали до начала курортного сезона, есть четко записано, что люди в состоянии алкогольного опьянения, и дети там до 7 лет не могут принимать участие в таких мероприятиях. Фактически зависит от добросовестности предпринимателей? В первую очередь от добросовестности, но и вопрос того, что я говорю, что поскольку мы с ними проводим регулярные совместные мероприятия, участвуем в разных спасательных операциях, качество этих людей стало совершенно другое. Ещё вопрос по поводу так называемых дайверов. На прошлой неделе в селе Молодёжное в области произошёл случай, когда утонул 41-летний дайвер. Вопрос как раз о том, насколько спасателю возможно предвидеть такие ситуации. На сегодняшний день есть чёткий порядок действий, как должен спускаться дайвер под воду. К сожалению, мы отмечаем это ежегодно. Есть очень много людей, которые нарушают правила спуска под воду. Есть очень много дайверов, которые при спуске не определяют место спуска. То есть международными сигналами это должен быть булгис с буквой «Альфа», что водолаз находится под водой. И тогда получается, что когда идёт маломерная техника, когда идёт крупные суда, например, прогулочные, которые выходят от мор-вокзала, они их просто не видят. На сегодняшний день нам пока, скажем так, мы могли избежать этих случаев, но в первую очередь хочу отметить, что правилами предписано, что каждый дайвер должен нырять только в том месте, которое согласовано местными органами власти и пограничной службы. Тем более, что у нас зона пограничного контроля. Каждый дайвер должен иметь разрешение на спуски, разрешение на то оборудование, с которым он спускается. Насколько мы знаем, очень многие дайвера, которые спускаются, они спускаются с оборудованием без технического обслуживания. И мы на сегодняшний день ведём, пытаемся вести работу такую с дайверскими организациями, привлекаем со всех сторон возможных тех людей, которые могут донести до большого широкого круга людей, которые любят подводные виды спорта, что необходимо заботиться о своей безопасности, необходимо объединяться в крупные группы и отставить свои интересы для того, чтобы иметь возможность привести в соответствии с действующими нормами и законами свои спуски под воду. И тем самым обезопасить. Потому что по правилам должна быть разработана схема доставки таких пострадавших в ближайшую дежурную барокамеру. Должна быть схема подъезда скорой помощи. Должна быть система предупреждения, что человек остался, допустим, под водой. Должны быть и люди, которые вовремя подадут сигнал на берег и так далее, и тому подобное. Таким образом мы получаем, что если человек самостоятельно спускается под воду, это полностью на его страх и риск. Возможность отказать оборудование, возможность волной где-нибудь зажать ногу в камнях или ещё где-нибудь. То есть очень много разных моментов, которые могут быть под водой. И ты сам на сам с этой проблемой. Спасибо. Желаю нашим телезрителям соблюдать правила отдыха на воде, беречь себя, беречь своих близких. С вами была Вероника Годятская. Оставайтесь на репортере. Оставайтесь на репортере. Оставайтесь на репортере.